Entschuldigung, ihr habt mich verjärt. Können Sie mir sagen, wo ein Supermarkt ist? Hallihallo! Здравствуйте, меня зовут Елизавета Шпаковская, я преподаватель немецкого языка, и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами поговорим об ориентации на местности и об описании движения, направления, куда мы с вами направляемся. Овладея данной лексикой, вы с легкостью можете войти в беседу и объяснить вашему собеседнику, где что находится на местности, либо сами спросите об том или ином учреждении, куда вы направляетесь, но не знаете, как дойти. Итак, поехали! Первое слово на сегодня – geradaus, прямо. Gehen Sie geradaus, идите прямо. Gehen Sie beim Turm geradaus, идите прямо у этой башни. Gehen Sie geradaus bis zu kreuzung. Gehen Sie geradaus durch den Park. Либо gehen Sie geradaus über die Kreuzung. Обращаю ваше внимание на использование здесь предлогов, которые показывают нам, где и как мы идем. Bis zu – до, чего мы с вами доходим, über – через, что мы с вами проходим, и durch аналогично – через, что мы с вами идем. В выражении durch den Park будет означать, что мы с вами прогуливаемся по парку. Дословный перевод – через парк. Следующее выражение – поворачивать налево – links up begen. Обращаю ваше внимание, что здесь глагол с отделяемым префиксом up, который при построении предложения будет ставиться в самый конец. Построим предложение и сравним. Следующее выражение – поворачивать направо – «Rechts abbiegen». «Biegen Sie rechts ab». «Biegen Sie nach dem Geschäft rechts ab». «Biegen Sie um die Ecke rechts ab». Следующее слово, которое нам необходимо знать – entlang. Entlang gehen – идти вдоль. Обращаю ваше внимание, что после наречия entlang мы с вами используем дательный падеж перед существительным. Также используют и геннедив перед существительным, но чаще – дательный падеж. Рассмотрим на примере. Entlang dem Weg – вдоль дороги. В выражении «вдоль реки» мы с вами будем использовать предлог an. Am – fluss entlang – вдоль реки. Следующий глагол – for by gain undative с управлением и использованием предлогом an в дательном падеже будет означать проходить мимо кого-либо, проходить мимо что-либо. Также этот глагол с отделяемой приставкой for by, который будет стоять в конце предложения. Ich gehe an der post vor by. При использовании предлога an совместно с данным глаголом for by gain я использовала дательный падеж перед существительным post, который является у меня женского рода. Поэтому в дательном падеже у меня стоит артикль 2. An der post. И следующее выражение – переходить улицу, die Straße überqueren. А теперь перейдем к более практической части нашего урока и рассмотрим часто задаваемые вопросы и повествовательные предложения, когда мы хотим найти то или иное учреждение, куда мы с вами направляемся, и как я могу спросить своего собеседника чем-либо, как я могу добраться в назначенное место. Первое выражение – Как мне туда добраться? Ist es weit von hier? Узнаем, далеко ли это расположено отсюда. Es ist in der Nähe? Это располагается вблизи, это рядом. Это все, что вам нужно знать по этой теме. Овладея данной лексикой, вы с легкостью можете пойти на контакт и объяснить вашему собеседнику, где что находится, либо сами спросите, как вам добраться в назначенное место. Я надеюсь, что данный урок был для вас полезен и ценен. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк, а также в комментариях пишите ваши советы и предложения по созданию следующего видеоурока. Спасибо за внимание и до новых встреч! Tschüss!